Здравствуйте, дорогие мои зрители! С вами Любовь Овчинникова, педагог-психолог, инструктор по йоге. Пришло очень много откликов после публикации видео о поднятии рук вверх. И сегодня я хочу ответить на интересующие вас вопросы, сделать уточнение и разъяснение. Не буду рассуждать на тему о том, кто первым заговорил о поднятии рук вверх. Считаю, что наука о йоге – древнейшая наука о здоровье и образе жизни человека. И в ней огромное количество поз с поднятием рук вверх и эффективности этого упражнения. Поэтому, считаю, необходимо приступить сразу к разъяснениям. При поднятии рук вверх желудочно-кишечный тракт становится менее извилистым, что способствует быстрому прохождению пищи и, в свою очередь, является профилактикой гниения, брожения и развития дисбактериоза. Теперь, что об этом говорит Айенгар, основатель йоги Айенгара. Еда, которую мы едим, должна преодолеть среднее расстояние почти 11 метров через тело. Во время этого процесса питание поглощается телом. Регулярная практика поднятия рук вверх эффективно устраняет нарушение пищеварения. Во-вторых, поднятые вверх руки препятствуют их отвисанию. Отвисшие руки деформируют позвоночник, что способствует возникновению остеохондроза и других заболеваний позвоночника. Третье, с возрастом органы грудной клетки и брюшной полости как бы смещаются со своего природного места и опускаются вниз. А поднятые вверх руки препятствуют этому процессу. Те, кто был в бане, наверное, заметили, что у женщин возрастных бывает отвисший живот и такой мешочек в районе лобка под животом. Некоторые считают, что это просто жир и ничего страшного. Я спросила у гинеколога. И гинеколог мне ответил, что это не только жир. Это еще и опущение органов брюшной полости, органов малого таза и опущение влагалища. И поднятие рук вверх препятствует этому процессу и можно подтянуть, существенно подтянуть пресс и препятствовать образованию вот этого мешочка внизу живота. Потому что эстетически это очень некрасиво и неполезно, далеко не полезно для здоровья. Очень полезно поднимать руки вверх после еды. Это советуют и профессор Шишова, и доктор Берг на своих каналах. Это советуют гастроэнтерологи. Это советует делать и наука йога. Это способствует быстрому и качественному пищеварению. Очень хорошо поднимать руки вверх после еды. Тогда еда смывает все налипшие шлаки и способствует быстрому, хорошему пищеварению. Это очень полезно делать и при запорах. В конце января я проведу очередной седьмой йога-семинар в Ленинградской области, где уже запланировано в программу включено поднятие, ежедневное поднятие рук после принятия пищи в течение десяти минут, потому что это очень полезно для здоровья. Поднимать руки вверх вы можете сидя. Если вам тяжело сидя, вы можете делать это лёжа. Можете делать это стоя. Поднимать руки можно по-разному, но есть одно главное условие. Не зажимать шею, а пускать плечи вниз. Итак, предположим, вы делаете вот так вот руки, затем их скрещиваете и поднимаете. Посмотрите, что происходит. Вот я подняла руки вверх и посмотрите, я прижала руки к ушам, но я зажала шею. Что нужно сделать? Вдох и опустить плечи вниз. И тогда у меня совершенно освободилась шея. Я могу ею очень легко крутить и у меня она не зажимается. Это очень важно. Обратите, пожалуйста, внимание. Показываю ещё раз. Когда вы поднимаете руки вверх, вы в основном держите их вот так, шея зажимается и даже тяжело дышать. Делайте вдох, вдох и опускаете плечи вниз. И шея совершенно спокойно, голова вертится, шея не зажимается. Если вам тяжело стоять с поднятыми вверх руками, это действительно непросто в начале пути. Вы можете взять палку и стоять с поднятой палкой. Тогда стоять легче. Главное, обратите внимание, чтобы вновь не зажималась шея. То есть вдох и опускаем плечи вниз. И стоим вот так с поднятой палкой. Если у вас нет палки, элементарно берёте ручку. Просто держитесь за ручку и уже будет легче. Главное опускать плечи вниз. Можно держаться и за ручку. Если и так держать руки тяжело, можно взять ремень. Стянуть запястье и поднять руки вверх. Снова опустив плечи вниз. С ремнём стоять гораздо легче. И тогда тянутся боковые поверхности тела. И эффективность этого упражнения будет такая же. Главное опускать плечи вниз, не зажимать шею. Есть ещё один способ. Можно найти в доме дверной проём, посмотрите. И упираясь в него, держать руки вверх. Так очень легко до 10-15 минут можно простоять. Главное опускать плечи вниз. В некоторых квартирах есть вот такие арки. Можно упираться рукой в эту арку. Пройти немножко вперёд, чтобы руки были на уровне ушей. И вот таким образом, упираясь рукой в арку, можно стоять очень длительное время. Дорогие друзья, я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Ещё раз убедила вас в необходимости поднятия рук вверх. Желаю вам здоровья, чтобы качество вашей жизни неизменно улучшалось. Всего вам доброго!